Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quas. Но, к сожалению, у меня в течение рабочей недели нет возможности сидеть у себя дома, чтобы в креслице, развалившись вальяжно, рассуждать о высоких материях. Поэтому, вот я сейчас еду по своим делам, по работе, это на закраина Омахи, в кукурузные поля, речь пойдет у нас о делах не столь веселых. Хочу я озвучить свои мысли вслух по поводу ситуации с Украиной и с Крымом. Вот. Такой, знаете, чисто мужской разговор. Не хочу никому навязывать точку своего зрения и утвергать, что она прямо истинна в последних инстанциях. Но просто хочу озвучить такую чисто вот житейскую точку зрения. Давайте посмотрим на ситуацию. Я выложил последний ролик с названием «Война» и обратил внимание, что большинство людей на моем канале, вот зрители, которые смотрят мои видео, интересуются переездом в Америку, интересуются иммиграцией. То есть, эти люди потенциальные, то есть, они как бы ставят себя в контр той политической системе, которая сложилась в России. Но при этом они глубоко и искренне, причем убеждены, что вот этот вот факт захвата Крыма – это, как бы, благое деяние, и в Украине только на пользу, и вообще всем на пользу. Но я, с такой точки зрения, не совсем согласен. Если бы у меня лет, наверное, 15 назад спросили, или 20, там, хочу ли я, вот лично я персонально, чтобы Крым стал российский. Вполне вероятно, я подозреваю, что я бы, может быть, от счастья бы даже попрыгал бы на одной ножке и как бы сказал бы «Да, да, да, круто, круто, хорошая идея». Но, все-таки, понимание жизни, оно приходит с опытом. Давайте, все-таки, посмотрим вот на реальности. На сегодняшний момент, все-таки, Украина, как ни крути, но это, все-таки, независимая государство. Что-то там написали в этих бумажках, что, вроде бы, оно, как бы, не совсем даже независимое, что гарантом независимости Украины, безопасности, это занимается Россия, Англия, там, вам, Германия и Америка. Все-таки, вот, все-таки, независимое государство и свои внутриполитические проблемы Украина должна решать все-таки сама. Что бы там ни происходило, потому что любая нормальная страна, которая хочет сделать демократию, ну, ладно, черт с ней с демократией, ну, просто нормальные, комфортные условия для проживания своего населения, она должна переболеть этими болячками социальными, и все будет так хорошо. А тут, получается, такая история, что приходит какой-то дядя, который начинает лечить мозг и другим людям свою точку зрения показывает. Ладно бы, этот дядя бы, как бы, соблюдал общемировые правила игры, но, скажем так, Господин Путин изобрел новый способ проведения оккупации и вообще введения войны в условиях 21 века, то есть анонимные солдаты. Это не вписывается вообще ни в какие рамки, ворота. И тут я считаю, что даже Гитлер, даже Гитлер, неверяя на всю его дьявольскую натуру, и то более честнее, и то более честнее, чем господин Путин. То есть вот кто мне объяснит такой ситуейшен? Давайте вернемся к реальности. С самого начала вся эта история с введением войск в Крым достаточно дурно пахла. В истории 20 века было много различных оккупаций, но даже если взять Адольф Гитлера, который прославился больше всего по поводу оккупации, оккупации, оказания разного рода братской помощи, даже у него не хватило наглости вводить войска без нашивок и идентификации. Когда Гитлер защищал судебских немцев и вводил войска в Прагу, или объединялся с Австрией, или захватывал другие области, у него всегда его части были со всеми знаками различия, и идентификацией со знаменами. И, скажем так, то, что сделал господин Путин, это нововведение. Можно, начиная с этого момента, считать, что открылся сезон. Новые формы введения военных действий в 21 веке, когда анонимные войска, непонятно, кому принадлежащие, входят в чьи-то страны, и дальше все только ломают голову, кому же принадлежат эти войска. Я это уже озвучивал в своем видео предыдущем. Изначально во всех интервью и как бы официальной коммунике Путин доказывал и доказывает всему миру, пытается это объяснить, что, с одной стороны, никаких войск Россия как бы не вводила, что те солдаты, которые показывают во всех СМИ и на интернет-сайтах, это как бы какое-то непонятное, типа, народное ополчение, а форму, типа, можно купить на любой барахолке, армейскую. Но позвольте, если форму можно купить на барахолке, то тогда как объяснить, что эти вот анонимные солдаты перемещались по Крыму на машинах военного образца с российскими номерами? Это первый вопрос. Второе. На барахолке не продаются БТРы, бронетранспортеры и вертолеты. И другая техника. Покажите мне эту барахолку, я себе куплю парочку, чтобы просто стояли в бараже. Дальше. Основная отмазка. То есть, с одной стороны, войск в Круде нет, с другой стороны, мы типа ввели войска, то есть Россия типа ввела войска, для того, чтобы защищать население. Позвольте. А кто это русскоязычное население в Крыму забежал, в смысле, обежал, на момент введения этих войск? Никаких действий насильственного характера на момент введения войск в Крыму не было. И тут еще одна, появляется, несуразица. Если войска вводят, должны защищать население, то почему эти войска не переводят бабушку через улицу, не помогают получать пенсию, в банке, выпалываясь цернить ей, помогать кормящим матерям и так далее. Почему-то все эти войска первым делом баллотируют военные объекты украинской армии, баллотируют общественные здания, баллотируют аэропорты, баллотируют стратегические дороги и другие объекты. То есть ни о какой защите население быть не может, а речь идет просто о спецоперации. То есть тоже несуразица. Давай теперь вот так вот, положа руку на сердце, поговорим о том, что даст присоединение Крыма России. Вот простым россиянам, не тем персонажам, которые сидят в Кремле, в Госдуме, там, в Кремлевской этой верхушке. Вот простым людям все орут. Ура, Крым стал наш! Ура, Крым стал наш! Ура, Крым стал наш! Я пообщался с одним зрителем моего канала, который активно у меня выкладывает комментарии. И знаете, что человек написал? Он сказал, да, отлично, Крым стал наш! Я говорю, ну замечательно, но ты чего? Он говорит, а я в Крыму никогда не был и не буду! Я вообще на море не езжу и вообще за границу никуда не выезжаю! Он спрашивает, а зачем тогда ты радуешься за посидение Крыма? Ладно, там, для тебя лично это представляло бы интерес, потому что ты любишь ездить на море. А так получается, тебе вообще, по большому счету, на это наплевать. Ну и вот такая позиция у большинства людей. Куда сейчас ездят россияне? Россияне сейчас, они, люди стали очень умные. То есть, при Советском Союзе, там, они ездили в Крым, в Сочи, потому что нельзя было уехать. Сейчас люди, даже из такой глухой деревни, предпочитают накопить денег поехать в Турцию и Египет, потому что это дешево, сергитро и комфортно. Только какие-то сугубо энтузиасты едут отдыхать в Крым. Идем дальше. Вот крымское население, русскоязычное, там, другое. Все время оно кормится только насчет туристического сезона. В основном, процентов 90, кто приезжает в Крым, это украинцы из малобюджетных, там, властей, у кого нет денег, чтобы поехать в Турцию и Египет, те едут в Крым. Это 8-90%. И что мы сейчас видим? Путин своим Димашем уничтожил туристический сезон. Причем, если оптимисты считают, что туристический сезон уничтожен только в этом году, то реалисты, типа меня, могут сказать, что туристический сезон уничтожен на ближайшие 2-3 года. Что это значит? Это значит то, что все, кто живут в Крыму и кормятся за счет туристов, они в этом году будут без денег. Как они будут свои концы с концами? Я, например, не знаю. И если ситуация повторится и в следующем году, будет также Петрушка, то первым, кто полезет на стену от того, что творится, это будут как раз вот эти самые жители Крыма, ради которых якобы были введены части. Еще одна нестыковка. Если российские войска были введены для защиты граждан России или русских, или еще каких-то, то, позвольте, это территория Украины. А на территории Украины запрещено двойное гражданство. То есть, если ты живешь на территории Украины, у тебя есть только украинский паспорт, чтобы иметь статус жителя Украины. В противном случае, если ты живешь по другому паспорту, русскому, ты не имеешь статуса жителя Украины, то есть гражданина. Ты имеешь статус туриста. И по этому статусу ты можешь проживать ограниченное количество времени, ограниченное количество месяцев в году. А потом ты должен выехать на территорию Украины и обратно вернуться. Если ты турист. Соответственно, что получается? Следуя путинской логике. Если какое-то количество русских туристов потребовали помощь и введение войск, то давайте на следующем этапе пусть Россия введет войска в Ибицу, в Гоа, в Египет, в Турцию, в те районы, где огромное количество русских туристов. И тоже аннексируют эту территорию. Почему нет? Там тоже русские живут. Чем они хуже там, чем те русские, которые там, или россияне, которые находятся в Крыму. И территории там будут поинтереснее, там в том же Красном море. И плацдарм стратегически на Красном море создать. Можно великолепно там и стоянку торпедных катеров, все что угодно. И в Турции та же самая фигня. А уж какую можно стоянку катеров в Гоа развернуть, это вообще умуненадлежимое ли там на Ибице? Пожалуйста, почему нет? Ну, все поперли себя в Крым. То есть, присутствует такая ситуация. Еще один нюанс, который не учитывают ура-патриоты. Все считают, что если войска введены, от Украины Крым отхапали, все прошло замечательно, великолепно. Украина подняла лапши кверху, и отдали эту территорию, и забили на эту пол. Все. Позвольте. А про татары забыли? Вот про крынских татар. А ведь это совершенно другая сила, и там ребята совершенно с другим менталитетом. Почему я это говорю? Потому что я как раз в Чемноморское побережье прошел пешком, вдоль и поперек. И в Крыму я бывал частенько, и в Бахчисарае, и общался с этими татарами. Я такой профессиональный турист, и у меня было время, чтобы поразмышлять и все вот эти вот кубики-базайки сложить воедино. Поверьте, вот татары, это не украинцы. И им присоединение Крыма к России, оно нахрен не нужно. Они и так-то русских не любили, потому что у них постоянно в голове крутится вот эта вот ситуация с российским переселением в 44-м, кажется, году. Не могу точно сказать, я так с датами в истории плаваю. Ну, вам в 44-м, какой-то за Сталин переселил. Они и так-то русских не долюбливали. А сейчас? Что будет в результате? Вторая Течня будет. И ровно до первой провокации. А провокация, она не за горами. Если как бы накануне введения войск провокация нужна была Путину, то есть чтобы какое-то русское население там забежали, какие-то там националисты там или еще какие-то там наехали на русское население, там кого-то, может быть, даже и убили бы. Вот, но теперь факт провокации, он будет играть против Путина. Не дай бог где-то кого-то из этих крымских татар убьет человек в российской форме, вот в этой вот зеленой, без нашли, без знаков различия, это все, это начнется вторая Течня, потому что эти ребята это прощать не будут однозначно. Вот, хотите мы поспорить, давайте поспорим, но я просто четко понимаю ситуацию, что как только произойдет этот факт, это будет длительная партизанская война. И никакими там частями там регулярной армии выкурить их оттуда будет очень и очень сложно. Ну и наконец еще один маленький нюансик, про этот факт очень мало людей знают. Кроме крымских татар, там еще живут караимы. Вот, караимы это крымские евреи, и жили они в Крыму за долг, за тата, гораздо. Те, кто был вот в таких вот исторических местах, скальные города, Тепе, Кармен, Фифут, Калия, Мангу, там огромное количество надгробий, вот на древнем еврите. Огромное количество, и это евреи крымские. Про них мало кто знает, но умалчивают. Если посмотреть датировки Ферковича, то получается, что они жили где-то, наверное, приблизительно с 15 века. Хотя там многие упрекают Ферковича фальсификацию датировок, но факт остается фактом. И, извините, если Путин утверждает, что Крым исконна русская территория, вот, а присоединена на блок Российской империи в 1775 году официальным актом Екатерины, по-моему, там две даты, 85-89 год, я сейчас не могу точно сказать по документам, потому что я не профессиональный историк. Ну, приблизительно, это 85-89 год, 1785-1789 год. То у храинских вот этих вот евреев, у них, извините, бэкграунд исторический гораздо больше, чем у Российской империи. И что теперь? То есть, опять же, следует Путинской логике. Государство Израиля и Моссад должны свое спецназ выбрасывать, чтобы исконно еврейские территории присоединить государство Израиля. Территория, кстати, очень даже вкусные и интересные эти территории. Потом, давайте посмотрим побережье. Возьмем Судак, возьмем Евпаторию, возьмем другие города. Это, извините, или итальянские, или греческие поселения, которые тоже принадлежали грекам и итальянцам задолго до того, как армия Екатерины с графом Потемкиным и прочей тусовкой, там, Румянцевым, присоединили эту территорию к Российской империи. Что же это получается? Что итальянцы должны свой флот высадить с десантом, греки должны свой флот с десантом высадить, тоже, так сказать, выставить историческую справедливость. Тоже, получается, какая-то несу разница. Ну и, наконец, последний довод по поводу того, что вся эта идея глупая и абсурдная. Вот еще раз говорю, если бы меня спросили бы лет 15 или 20 назад по полуприсоединения, вполне вероятно, я бы как патриот бы сказал бы, о да, это было бы круто, чтобы можно было ездить без виз, без геморроев, и так далее, и тому подобное. Но я реалист, и реалист конкретный. И даже если я люблю ездить в Крым, я наблюдал эту картину сейчас, которая произошла с Подмосковьем. Те, кто живут в Москве, просто отлично представляют себя, что можно ждать от российских властей. Те, кто не живут там, они, может быть, не совсем понимают, насколько вообще алочность российских властей запредельна. После того, как к Москве присоединили новые территории, вы буквально еще минуту потерпите, потому что я так немножко издалека начинаю, вот эти вот новые территории присоединили к Москве и отдали подвозь Собянина, потому что от Лужка там ничего не осталось, где можно было урвать денег. Сразу же правительство принимает закон, по которому любой земельный участок можно отчуждить в пользу государству. То есть, если у вас есть какой-то участок с домом, приходит к вам какой-то государственный чиновник и говорит, ребята, а ну-ка, участок свалили в 24 часа, мы тут будем или идти по дорогу строить, или какой еще там государственный объект, и валите отсюда нахрен. Все. Этот закон был принят еще года три назад. И из-за этого сейчас рынок недвижимости, вот именно земельный, практически заморозился вот в этом под Москвой, в новых областях, потому что люди просто боятся покупать в этой области новые участки, потому что они не знают, что будет застраиваться. Я на своем примере могу четко сказать, что я ездил несколько раз в Делплан, подписать некоторые земельные вопросы как раз. У меня был период жизни, как раз, прежде всего, я уехал в Америку, когда я там работал помощником юриста, там, именно по земельным вопросам, там у меня была халтурка такая. И я в Делплан ездил. Так извините, в Делплане в самом нет четкого понимания, где и что буду строить. И могут в каждый момент перезвонить люди сверху и сказать, так, вот эту область и вот эти вот земли, они нам сейчас нужны. Поэтому все, оформление мы прекращаем. Проинформировать кадастровую палату и все, прекращаем мы оформление документов на эти участки. А владельцы потом за один часом уведомим, что все, пусть сваливают оттуда. То же самое будет абсолютно в Крыму. Почему я так говорю? Посмотрите на Сочи. Пообщайтесь с людьми, которые живы в Сочи. Очень многие, когда объявили Олимпиаду в Сочиах, из жителей, думали, что они на этом офигенно поднимут бабок круто. Бабок круто они не подняли. Наоборот, они со своими бабками расстались. Более того, изрядное количество населения лишилось своих домов и земли без какой-то вменяемой компенсации за это. То есть с ними расплатились не поручи, стоимость этой земли, сколько она реально стоит, а их просто с этой земли согнали. И вот с Крымом получится та же самая история. Зная алчность российских властей и как работает российская бюрократия, можно предположить, что вся территория Крыма, а в первую очередь это будут самые вкусные прибрежные области, области разных заповедников, там вот где-то города у нас располагаются, где располагаются Батчисарай, вот эти вот пещерные города и прочее. Самые вкусные области, они будут в первую очередь отданы через вторые, через третьи руки под застройку, под элитную. И все покроют заборами, появятся надписи частной собственности. Все, аривидерчи, ребята, все самое вкусное уйдет сугубо на тусовке из кооператива в озеро. Поэтому в той реальности, в которой мы живем, можно уже сейчас брать ластик, стирать старое название Украины, стирать старое название Крым, и прямо на Крымском полуострове крупно-крупно писать надпись «Кооператив озеро. Частная собственность. Проход запрещен». Все. Вот это будет финал и апофеоз вот этой самой крымской пухинской компании. Я вам привел свои чисто жизненные доводы. Ну и, наконец, в завершение могу сказать. Для чего вообще все это задевалось? Вот эта маленькая победоносная война. Еще в 1904 году министр внутренних дел Плэва, а по совместительству шеф жандармерии, как раз обронил эту фразу, когда у них зашел спор с Куропатином, был такой военный деятель. И Плэвис сказал фразу «России нужна маленькая победоносная война». Тогда ни о какой угрозе революции и речи быть не может. Это было сказано в 1904 году, как раз вот накануне войны с Японией. Ну, видимо, у Путина и у его аналитиков была та же самая мотивация устроить маленькую, легкую, такую победоносную войну для того, чтобы таким образом отвлечь население от насущных проблем, от кризиса. Кстати говоря, рубль падает все ниже и ниже, и дальше все будет хуже. Но в результате этой маленькой победоносной войны, как уже неоднократно было в истории, результат будет самым плачевным и как раз обратным. Все только ускорит вот этот самый внутренний кризис в России и только ускорит процесс социального недовольства и, возможно, взрыв социально-пропрессных выступлений. Это моя личная аналитика. Вы можете согласиться, а может нет. О том, насколько я могу прогнозировать развитие событий в будущем, вы можете посмотреть, я сказал, что Путин ведет войска еще в первых числах января. Можете посмотреть архив моих видео и обнаружить это видео. Тогда меня все подняли на смех, сказали, что никогда этого не будет, никто этого делать не будет. Ровно первое число января, когда еще там Майдан был и все прочее, я вам это озвучил. Посмотрите это видео и скажите, ошибся я в своих прогнозах или нет. Если до этих выводов смог прийти я, то, скорее всего, та аналитическая команда, которая работает на Путина, она в состоянии прочитать различные сценарии того, что будет происходить дальше и с вводом войск в Крым, и дальнейшие события. Почему сейчас спешно принимаются законы о сепаратизме? Для Путина сейчас сепаратизм – это больше зло, чем национализм. Если закон о национализме был принят два года назад, то и как бы он карательный, то за сепаратизм предполагается гораздо больше карательное наказание. С чем я это связываю? А связываю я это с тем, что те силы, которые реально управляют Российской Федерацией, те вот ребята с большими деньгами, они уже давно спят и видят, как оптимизировать свой бизнес. А оптимизация бизнеса возможна только в том случае, если разделить территорию России на различные кусочки. Потому что, например, настроение даже простого населения, которое живет далеко от Москвы, за Уралом, оно несколько отличается от точки зрения людей, проживающих в Москве. Давайте, положа руку на сердце, спросим людей, которые живут в Екатеринбурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Кемерово, Ханты-Мансийске и других областях, любят ли они москвичей и питерцев? И вообще, считают ли они, что Москва и Питер – это такие уж необходимые, скажем так, субъекты, без которых можно было прожить в этой жизни? Скорее всего, смотрите, что москвичи и питерцы и прочая вся эта вот тусовка – это зажравшиеся упыри, которые хапают бабло, которое принадлежит народу и вообще уроды конченные. Вот, скорее всего, такой будет ответ простого обывателя, живущего за Уралом в сторону Сибири. Какой напрашивается отсюда вывод? Каждый местный царек, который живет в той же Тюмени, в том же Норильске, спит и видит, как бы ему сделать Норильскую республику, Тюменскую республику, Чукотскую республику и какую-то там другую республику, которая будет совершенно независима, самостоятельна, будет в состоянии единолично продавать свои ресурсы напрямую, минуя всяких разных посредников из Кремля и Москвы, с которыми нужно делиться, которые постоянно напрягают, елозят по мозгу, требуют все больше и больше денег и вообще всячески мешают бизнесу. Куда проще проложить трубу там до Китая, или направить грузовики с сырьем прямо напрямую в Китай и спокойно все торговать и все деньги оставлять себе. И подбрасывать какие-то подачки местному населению, чтобы местное население встало на твою сторону. Конечно же, это самый простой вывод напрашивается. И таких заинтересованных лиц огромное и огромное количество. Огромное и огромное количество. Поэтому вот эта вот маленькая победоносная война в конечном счете может привести к тому, что вот эти вот ребята с серьезными деньгами просто могут воспользоваться тем, что вот этот вот пузырь лопнет социального недовольства. И в конечном счете все это поведет к очень и очень большой заварушке уже на территории самой России. А сама история с оккупацией Крыма, захвата и присоединяем этой территории, это всего лишь маленький такой аспект, который только на небольшой промежуток времени позволит поднять рейтинг Путина и каким-то образом сделать такую промо-акцию для населения, какой Путин офигенно крутой правитель, что он вот так вот ловко присоединил Крым к России. Это будет всего лишь маленький промежуток времени, а потом все будет только хоро. Ну, я озвучил исключительно свои персональные мысли. Вы с ними можете не согласиться, можете согласиться, но в любом случае вы примете к сведению и могу с отдельными людьми даже поспорить по поводу того, как будут дальше развиваться события. Пишите свои комментарии и хорошего всем. И вам другое место жительства определим. Они находятся на нашей земле. Западная Украина была всегда в составе Польши. Истекая кровью, мы забрали у Польши незаконно захваченные из средних века земли. И у вас хватает совести, и являют, что это мы оккупанты. Поляки бы вас вырезали, и это было бы правильно. Нет такого украинского языка. Дайте мне хоть один памятник словесный. Это австрийцы придумали. В Вене сели, посадили поляков и сказали, украинцы вас ненавидят, а нам нужно их превратить в украинцев. Значит, русско-польский, составьте язык, назовем его украинский. Часть русских слов, часть польских. Вот они создали. Такой, как бы, суржик, муржик его называют. Черновцы мы вообще у румынов забрали. По итогам Второй мировой войны. Польшу надо было наказать, ибо Польша организатор и провокатор Второй мировой войны. Мы вместе с Францией и Британией могли бы остановить Гитлера еще до Мюнкинских соглашений. Польша первая подписала договор дружбы с Германией в 1934 году. Она прямой пособник фашистской Германии, Польши. Мы предлагали помочь Чехословакии. Поляки не пропускают нас через свою границу. Это восточно-европейское уперство. Маленькие страны-шавки ни на что не способны. Афганистан правильно, там нужно быть. Но не надо было армию посылать. Из Таджикистана бомбить весь Афганистан. Напал вам сжечь весь Афганистан. Всех недовольных в Пакистан. Среднеазиатский федеральный округ. Главный город верный. Сегодня у него чужое название Алма-Ата. Среднеазиатский федеральный округ. Среднеазиатский федеральный округ. А для Малороссии, значит, Малороссийский федеральный округ. Среднеазиатский федеральный округ. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok